Всем привет! В этом ролике мы сделаем устройство, которое позволит тестировать самодельные блоки питания, преобразователи и прочую силовую электронику на устойчивость к динамическим нагрузкам. Это очень важный параметр, который многие упускают. Поэтому усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! При сборке своих первых блоков питания, я и не задумывался, что нужно тестировать устойчивость к нагрузкам. В основном проверка происходила по принципу, подключил или лампочки, или допустим электронную нагрузку и все. Но это же статическая нагрузка, при которой обратная связь особо не напрягается. А что будет, если потребителем выступит, допустим, шим-регулятор, который потребляет импульсами? Как будет реагировать блок питания? Вот именно это мы сегодня и выясним. Получается, нам нужно устройство, которое умеет подключать нагрузку в импульсном режиме. А также должны быть регулировки длительности импульса и паузы. Все это реализовано в данном приборе. Давайте пройдемся по этапам создания. Первым делом давайте посмотрим на схему устройства. Тут нас встречает много знакомых элементов. Начнем с контроллера. Это STM32F411. Почему именно такой? А потому, что его можно выпаять с платы Blackpill. А значит достать его не составит труда. Вторая важная часть это дисплей. Я давно хотел поработать с графикой. И поэтому решил взять вот такой сенсорный TFT дисплей, на который удобно будет нажимать. Дисплей также не редкость и есть в любом магазине с Ардуино продукцией. Дальше все по мелочам. DC-DC преобразователь это спорный момент. И дальше вы узнаете почему. Также есть два силовых транзистора, которые могут подключать нагрузку или к плюсу или к минусу питания. Что дает еще больше возможностей. Для них предусмотрены драйвера. Думаю ни для кого не секрет, что транзистор нельзя подключать напрямую к контроллеру. Поэтому я поставил два драйвера. Первый это просто готовое решение. Микросхема с выходным током А6 А. И второй это драйвер П-канального транзистора. Такой в виде микросхемы не нашел. И собрал на рассыпухе. Его мы некоторое время назад проектировали в нашей группе в Телеграме. Также есть датчик тока. Мало ли где будет короткое замыкание. Так, чтобы мы могли успеть отключить выход. До того, как перегорит транзистор. Ну и собственно осталась только обвязка контроллера. Я когда рисовал, допустил ошибку. И не установил вот этот конденсатор. Потом пришлось припаять его с помощью перемычек. Но про это расскажу позже. После схемы у нас идет плата. Она двухсторонняя. Хотелось бы конечно 4 слоя, проблемы было меньше. Но чтобы удешевить заказ, сделал на 2 слоя. На плате осталась еще куча свободного места. Но я не нашел чем его можно занять. Поэтому сделал 2 дополнительных отвода от контроллера. На которые в дальнейшем можно будет что-то припаять. И собственно на этом трассировка закончена. Заказывал платы, как обычно, в компании PCBWay. Делается это не сложно. Всего пара кликов. При условии того, что вы уже были зарегистрированы. Закидываем Herber файл. Выбираем параметры платы. Такие как толщина, цвет, количество. И добавляем в корзину. Оплачиваем и спустя пару недель получаем вот такую коробку. С готовыми платами. Которые хорошо упакованы. Ну и сами платы отличного качества. Первым делом я принялся паять плату. Вроде проблем не возникало. Далее я закинул Hello World на плату. Но светодиод не заработал. Я много чего перепробовал. И решение, которое помогло, это снизить частоту работы. При частоте 50 МГц светодиод заморгал. Первым делом я думал, что проблема с контроллером. Но потом нашел ошибку. Я не установил конденсатор на вывод внутреннего питания. Но ничего. Немного усилий и конденсатор уже припаян. Далее был этап написания ПО. Точнее дописывал ПО. Так как пока платы ехали, я тренировался на макете с припаянным дисплеем. Неудобно, но зато это ускорило работу. Давайте рассмотрим возможности ПО. После того, как вы прошьете контроллер, память будет чистой. И вам придется калибровать дисплей. Для этого нужно будет нажать на 4 точки. Как того требует процесс. И в конце нажать для проверки. Если все ок, идем дальше. Если не ок, то цикл калибровки повторяется. Когда прибор включился, нас встречает рабочий экран. На котором мы можем задавать время импульса, время паузы, а также количество повторений. Для этого сначала нажимаем на нужную область. А потом кнопками плюс или минус задаем параметры. Стрелкой можно переключать единицы времени. Микросекунды, мили или просто секунды. Также у нас есть возможность выбрать тип активного транзистора. NPN или PNP. Ну и последняя кнопка включения. Которая когда активно, другие элементы заблокированы. Когда количество повторений меньше бесконечности. То по завершению работы получаем соответствующую информацию. Вверху есть дополнительный вывод о частоте работы. А также о протекающем токе. Второй параметр не очень точный. Так как у нас потребление идет импульсами. Но как средство для защиты от КЗ вполне неплохо. Для дальнейшей работы предлагаю поместить данный девайс в корпус. Буду использовать вот такой пластиковый. Переднюю панель напечатаю на 3D принтере. Так как вырезать в пластике не очень-то и хочется. Ну и собственно сборка прибора не составляет труда. Пару проводов, блок питания и разъемы. Вот тут и скажу, почему DCDC на плате бесполезная. Если использовать входное напряжение выше чем 12 вольт, то она бы пригодилась. А так, если я хочу управлять напряжением ниже 12 вольт, то их мне уже не хватает для открытия транзистора. И поэтому пришлось сделать дополнительный источник питания на 12 вольт. Который имеет общий минус с входящим питанием. Корпус готов. Теперь можно испытывать девайс. Подключим входное напряжение с блока питания. А на выход повесим лампочку. Запускаем выполнение и лампа горит. Через некоторое время погаснет. Теперь можем сделать то, для чего оно было создано. Возьмем резистор на 100 Ом. И подключим его как нагрузку. А с циллографом будем смотреть, что происходит с пульсациями блока питания. Как видим, без нагрузки все чисто и красиво. Но стоит подать нагрузку, как появляются пульсации. Давайте теперь так же само подключимся ко второму блоку питания. Без нагрузки примерно то же самое. А вот под нагрузкой пульсации стали другой формы. Получается, у этого блока питания стабилизация работает быстрее. Так как до конца цикла он успевает завершить переходной процесс. Первому же блоку питания, для того, чтобы сигнал успокоился, нужно гораздо больше времени. Что мы сейчас и видим. Увеличивая длительность импульса и паузы, находим момент, когда напряжение успевает вернуться в норму. Это и есть тот момент, когда заканчивается переходной процесс. Еще я хотел протестировать самый популярный UDC-DC преобразователь. На LM2596. Тут сразу уже видно, что выход у нее очень плох. Так как висит пила. А если включить нагрузку, то амплитуда пилы увеличивается. Однако жестких переходных процессов я тут не вижу. Скорее всего из-за другого принципа стабилизации. Что касается защиты потоку. Давайте в тупую закоротим выход устройства. И как видим срабатывает защита и отключает выход. О чем нас информирует дисплей. Если нажать на кнопку питания еще раз, то возобновится нормальная работа. Ну а на этом у меня все. Спасибо, что смотрите и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok